КОНТРАКТУРА Невольно действующий на данный мускул, а затем и вовсе устранить эти идеи. Исцеление слепоты 19 июня 1854 года обратилась ко мне за советом мисс Р. За год перед этим она страдала воспалением глаз, заставившим ее в течение месяца оставаться в комнате. Впоследствии она получила повреждение левой стороны головы вследствие падения на нее бревна. Спустя два дня после этого обнаружились сильные боли в соответствующем месте, и она вдруг ослепла на левый глаз при расширении зрачка. Благодаря врачебной помощи в течение четырех месяцев зрение отчасти восстановилось. В начале января 1954 года она вдруг во время чтения ослепла на другой глаз точно так же при расширении зрачка. Спустя немного дней она нагнулась у камина и, вставая, ударилась о карниз с камина, тем же местом головы, которое было раньше повреждено, после чего левый глаз вновь ослеп, так что она потеряла зрение на оба глаза. Тогда она была отправлена своим домашним врачом к знаменитому глазному врачу сэру Уильду в Дублине, в связи с помощью которого ее состояние настолько улучшилось, что зрачок снова начал реагировать, и она могла различать большие предметы, но не была способна ни читать, ни писать. Она возвратилась домой, но так как улучшение не делало успехов, то просила меня испытать на ней действия гипнотизма. При исследовании глаза я не мог открыть физическую причину расстройства зрения, и кроме того не было боли ни в глазу, ни в голове. Глаза высматривали наподобие того, как бывает при начинающейся темной воде, только зрачки не были расширены так сильно. Так как я думал, что следует искать причину уменьшения зрительной способности, в пониженной чувствительности ретины, то я надеялся на быстрый успех от гипнотического лечения. Но чтобы иметь возможность судить об его действии, я положил перед ее глазами страницу самой крупной печати, какая у меня была. И оказалось, что она не была в состоянии читать печать, которой буквы длиной доходили до четверти дюймов. Загипнотизировав больную, я старался направить деятельность нервной системы на глаза при ведении в движение воздуха над ними, и легким к ним прикосновением, и в то же время этим обратить внимание больной на глаза. Когда я ее разбудил по истечении десяти минут, и показал ей ту же самую печать, то она тотчас же с изумлением и величайшей радостью воскрикнула, «Я вижу слово торговля!» и в то же время указала на него. Я уверил ее, что она скоро будет видеть еще лучше. И после короткой паузы она скрикнула, «Я вижу касающиеся торговли!» Потом «Я вижу лексикон!» И вскоре затем «Я вижу Макс Эйлох» имя автора. Хотя она и не была в состоянии тотчас же видеть больше, но по прошествии нескольких минут могла прочесть «Лондон», «Лонгмен», «Грин» и «Лонгменс». Таков был результат первого сеанса. На следующий день после второго сеанса она могла по пробуждению прочитать весь заглавный лист брошюры, а еще пять минут спустя две строки текста. После второго сеанса в тот же день она по пробуждению читала мелкую печать приложения и могла в тот же вечер, в первый раз по прошествии года, написать домой письмо, в котором говорила о своих успехах. После того, как она была загипнотизирована еще два раза, она была в состоянии читать мельчайшую газетную печать. Она оставила меня совершенно оправившейся и с тех пор оставалась здоровой. Когда все эти пациентки пользовались моим лечением, то они не употребляли никаких внутренних и внешних медицинских средств. И при той скорости, с какой совершилось их выздоровление, не может подлежать никакому сомнению, что оно вызвано исключительно гипнотизмом. Исцеление глухоты и немоты. Точно та же, продолжает Брэд, гипнотизм бывает весьма успешным в некоторых случаях нервной глухоты. Меня просили лечить глухую от рождения девятилетнюю девочку. До того времени, насколько было известно, она не слышала ни одного звука, даже в том случае, если стояли возле нее и кричали изо всех сил. Я загипнотизировал эту девушку и направил ее внимание на ее уши. После этого ее слух в короткое время стал настолько острым, что она легко могла слышать слова, произносимые умеренным голосом. И даже могла после повторительных попыток им подражать, хотя и не видала движения губ говорящего. В короткое время успехи были такие, что ее отправили в школу учиться по обыкновенному способу чтения и письму. В чем она тоже сделала хорошие успехи. По выходе из школы она долго служила посыльной, получила приказания и давала ответы обыкновенным способом, исключительно посредством языка. Удивительно то, что она не могла слышать некоторых звуков, например, высоких нот рояля, хотя слышала все, что лежало в пределах ее голоса. Так что была в состоянии правильно подражать пению. Точно так же она не могла слышать самых низких нот инструмента. Напротив, между тем, как она не могла слышать звука резкого колокольчика, она хорошо слышала глухой звук колокола. Точно так же, как стук в дверь или легкий удар по столу. Следующий факт, касающийся глухонемого мальчика, интересен во многих отношениях. Я демонстрировал мальчика на публичном чтении в Лондоне, после того, как в своем лечении дошел до момента, который считал для дела важным. Аудитория пожелала, чтобы больной было свидетельствован присутствующим врачом, который считал себя в этом компетентным. Он исследовал и объявил, что мальчик вообще не может слышать. Между тем, я доказал, что он обладал в ограниченном объеме слухом, так как был в состоянии меня слышать, если я особенно громким голосом говорил ему на расстоянии от его ушей, от 6 до 8 дюймов. Причем он делал усилие подражать нескольким словам, хотя при этом не мог видеть движения моих губ. Я продолжал гипнотизировать этого больного ежедневно и упражнять его в том, чтобы он, не видя моих губ, подражал произносимым словам. В результате было то, что мальчик, когда я его представил несколько недель спустя на публичном чтении в Ливерпуле, оказался способным в совершенстве подражать словам, произносимым как мною, так и главным учителем Ливерпульской школы к бухонемых. Так что многие из присутствовавших были склонны отрицать возможность, чтобы этот мальчик был когда-нибудь глухонемым. Исцеление, извращение, обоняние. Мистерис Х, мать многочисленного семейства, чувствовала себя вполне хорошо, когда в июле 1849 года отправилась поклониться телу своей подруги, находившемуся уже в состоянии усиленного разложения. После этого ее стал мучить трупный запах, который ее преследовал в течение многих дней, даже по ночам, когда она просыпалась и ничем не мог быть изгнан. Она прибегала к резким запахам всяких сортов, нюхала нашатырный спирт и табак, держала под носом курительные свечи и дымящийся табак. Все напрасно. Запах продолжал быть одинаково сильным и отвратительным. Я загипнотизировал ее и вселил в нее во время сна уверенность, что она наслаждается благовонием, затем по истечении пяти минут разбудил, когда она еще находилась под действием этих идей. И она по пробуждению выразила мне чувство восхищения благовониями, которыми, казалось ей, она была окружена и наслаждалась. Напротив, отвратительный запах не возвращался даже и тогда, когда она пыталась его вообразить. Спустя год и два месяца я ту же самую даму загипнотизировал в присутствии многих ученых-друзей, которым сказал, что попытаюсь во время сна снова вызвать ощущение испытанного раньше отвратительного запаха и сохранить его в сознании дамы и в бодрственном состоянии после пробуждения. Вскоре после того, как дама, ничего не знавшая о моем намерении, впала в сон, я стал держать свой палец возле ее носа и делать ей нюхательные вдыхания. Между тем, как другой рукой морфил ее, брови сдвигал их к переносице. Вслед за тем дама начала нюхать, то чажа выразила неудовольствие на неприятный трупный запах. Старый запах снова возвращается. Так как эксперимент вполне удался, а ее тот чажа загипнотизировал снова я и вызвал в ней обонятельное ощущение противоположного рода, так что после пробуждения она стала наслаждаться благовониями Аравии. Вызов и прекращение желудочно-кишечных отправлений Действие внушения на сосудо-двигательную и секреторную систему ярче всего выступает из возможности прекращать и вызывать желудочно-кишечные отправления, регулировать менструации, увеличивать отделение молока, производить выкидыши. У многих гипнотиков мне удавалось в течение нескольких минут вызывать обильные испражнения, направляя внимание больных на это действие и делая в то же время вдоль кишки, концами пальцев, легкое движение, чтобы вызвать перистальтические движения. Следующий пример служит этому удивительным доказательством и показывает сверх того, что возбужденные во время сна ощущения, пробужденные могут продолжаться долгое время и после пробуждения. В моем пользовании был один господин, страдавший эпилептическими припадками, не поддававшимися никакому лечению, и которого я гипнотизировал с благоприятным успехом. Однажды в то время, когда он был загипнотизирован, я стал двигать своими губами, подражая действию глотания, чему он тотчас же стал подражать, как скоро заметил связанный с этим звук. Когда я высказал предположение, что он принял несколько алоэ, он тотчас жестами и словами выразил отвращение к известному горькому вкусу этого лекарства. Я затем сказал ему, что прием этого лекарства должен вскоре произвести у него еще большее действие. И действительно, по истечении короткого времени он начал ежиться, как будто сильное слабительное вызывало у него боли. Я больше ничего не говорил, но по истечении четырех или пяти минут он встал, отправился по лестнице в ватер-клозет и спустился оттуда все еще в состоянии гипноза, после того, как оставил несомненное доказательство успеха моего опыта. Когда я его разбудил, он более не знал о том, что произошло, нажаловался на горький вкус во рту. Посетив меня снова на следующий день, он мне сообщил, что горький вкус для него стал таким роковым, что он напрасно пытался удалить его полосканием рта водою. Кушанье и питье всякого рода и на следующее утро имели нестерпимо горький вкус, который прошел лишь по истечении дня вследствие волнения, которое случайно было вызвано у пациента. Часто у загипнотизированных лиц я вызывал обильную рвоту, давая им проглотить ложку воды и уверяя их при этом, что они приняли рвотное. Иногда бывало даже достаточно просто заставить их поверить, что они приняли рвотное, чтобы вызвать рвоту. Равным образом мне во многих случаях удавалось в течение нескольких минут на долгое время приостановлять цельные болезненные поносы, после того, как я в гипнозе внушал больным уверенные ожидания, что они будут освобождены от своих страданий. Приведенных примеров вполне достаточно, чтобы судить о терапевтическом значении гипнотизма и внушения. Но правильная оценка гипнотерапии и психотерапии возможно лишь из внимательного изучения всего собранного по этому вопросу материала. Отсылая интересующихся к трудам Льебо, Бернгейма, Веттер, Странда и других, необходимо сделать оговорки. Во-первых, нельзя не заметить, что сообщаемые этими и другими авторами наблюдения не суть протоколы всей вообще их деятельности в этом направлении, но ограничиваются лишь более или менее типичными случаями. Неполные и неудачные случаи остаются за редким исключением в стороне. Во-вторых, мы по большей части слышим лишь об исцелении больных во время лечения и не имеем точных сведений об их состоянии спустя значительное время после лечения. Так что в большинстве случаев неизвестно, устраняет ли гипнотизм болезнь или только ее симптомы в данное время. В-третьих, следует помнить, что и при добросовестной передаче фактов заинтересованным лицом многое выходит лучше, чем на деле, вследствие того, что от заинтересованного могут ускользнуть такие подробности, которые не могут быть незамечены равнодушным глазом. Наконец, в-четвертых, исцеление только в редких случаях достигается сразу, по большей же части в течение довольно продолжительного времени. И капитальный вопрос в том, не способствовали ли исцеление другие причины, помимо гипнотизма и внушения, хотя бы, например, исцеляющие действия самой природы остается обыкновенно невыясненным. Вообще же невозможно не признать, что гипнотерапией и психотерапией достигнуты в пользовании многих болезней преимущественно нервных, весьма значительные успехи, в которых невозможно сомневаться. Профессора Геллерова гипнотизм по учению школы Шарко Рассказ Блаватской о вредном действии гипнотизма «Мы опишем чары одного мунукурумба над мальчиком, которого мы лично знали на Голубых горах в Индии», говорит Блаватская. Между Каттагири и Утти живет семейство Евразиев, людей довольно зажиточных. Оно состояло несколько лет тому назад из старухи матери, двух сыновей и сироты племянника, воспитанного в Сколыбели старухой, в память ее младшей умершей сестры. Старуха госпожа Симпсон была женщина добрая и очень набожная. Сыновья служили в канцелярии губернатора, а мальчик, которому было тогда лет 11, ходил в школу миссионеров. Говоря другими словами, после полудня он был совершенно свободен и делал, что ему хотелось. Как и всех детей на здоровых живописных горах Нильгири, его оставляли бродить одного по аллеям и чаще, чем города, по собственному усмотрению. Утти – город только на картах Мадраса. В европейском смысле это город только по имени. Кроме маленького туземного квартала в большом провале, на дне которого тянутся двумя рядами деревянных сараев базар и лавки, и кругом по крутым бокам провала лепится, будто гнездо ласочек туземной лачуги. В вот-то команде нет ни одной улицы. Там есть великолепная ратуша, собор, больницы, клубы и даже магазины в летнее время. Но улиц все-таки нет. Дачи, коттеджи, виллы разбросаны оазисами, как попало. На неровной поверхности сотни небольших и высоких холмов, густо покрытых большими деревьями, а местами заросших настоящим лесом. Здание построено обыкновенно у подошвы холма или большой скалы, для защиты от ветра среди огромных садов, парков и плантаций, отгороженных от дорог живой изгородью. От задов частных зданий тропинки ведут часто почти в непроходимые чащи на склоне соседней горы, куда редко заходит нога европейца. По вечерам и ночью довольно опасно пешему выходить из дома, особенно без оружия, и переходить эти чащи. Неожиданно встреча с леопардом, иногда и с тигром, не говоря о свирепых диких кошках, удерживать дома всех, кто живет далеко от расчищенного центра города или не имеет экипажа. Дом старухи Симпсон находился далеко от главных аллей Утти, и как раз за домом начиналась такая чаща. Мальчику было запрещено ходить в нее, но он страстно любил птиц. У него был целый сарай, освещенный большими окнами и уставленный катками с растениями, превращенный им в птичник. Там у него находились всевозможные породы птиц, от попугаев до калибри, голубых гор, крошечного юйму. Не было только нильгерийской ласточки. Это маленькое желтое создание, чрезвычайно дикое и хитрое, летает очень высоко, и его почти невозможно заманить в силки. Однажды, увлекаемый своей страстью, он забрел очень далеко от дома, в самый глубь чаще. Перед ним прыгала с одного дерева на другое ласточка, и он старался поймать ее. Так он пробегал за ней до заката солнца. Если сумерек нет в долинах Индии, то в Удте, окруженном со всех сторон большими горами и скалами, переход от дня к темной ночи совершается почти мгновенно. Увидя себя в густом лесу, почти в совершенной мгле, мальчик испугался и поспешил домой. Но с его обуви слухилось с дорогой нечто, заставившее его сесть с первой просеки на камень и снять сапог. Пока он опорожнял его и разглядывал, стараясь найти уколовшую ему ногу колючку, зелью соскочила ему почти на голову дикая кошка. Тогда, видя, как не менее его самого испуганный зверь с детенышем во рту ощетинился, приготовляясь атаковать его, несчастный мальчик страшно испугался и закричал на весь лес. Но в ту же минуту две стрелы, вонзясь в бок зверя, заставили его, выронив из пасти котенка, покатиться кубарем вниз в глубокий ров. Два Курумба, грязные, полуногие, отвратительные, выскочив из засады, точно же овладели убитым животным и заговорили с мальчиком, смеясь над его трусостью. Мулу Курумбы не диковинка в Утти, их можно всегда найти на базарах. В то время как медовая тайна Курумбы никогда не приближается к жилым местам, их братья Мулу, Курумбы и Терновника, как бы ищут сношение с белым, между которыми они часто живятся аннами и пейсами, копейками, за разные черные работы и услуги. Поэтому и маленький Евразий вместо испуга почувствовал напротив благодарность к двум Курумбам, так кстати избавившим его от когтей дикой кошки. Он говорил на их языке, как и все Евразии, родившиеся на этих горах. Боясь идти, далее один он уговорил их довезти его до дома, обещая им рису и водки дома. Они согласились и все трое отправились вниз. Дорогая он им рассказал о своем затруднении насчет ласточки. И Курумбы обещали ему за небольшое вознаграждение заманить несколько этих птичек в его сети. Курумбы славятся своим искусством, как охотники. Они ловят так же легко малую птицу и зверька, как убивают тигра и слона. Как зверолова они первые на горах. Они условились встретиться на другой же день в долине и идти на лов пташек. Словом, они подружились. Вернувшись домой, мальчик рассказал тетке об услуге, оказанной ему карликами. Та дала им несколько медных монет и немного водки, но тотчас же отослала их. Старуха, как и все Евразии, была очень брезглива относительно негров вообще. Она запретила племяннику всякие с ним сношения. И мальчик, боясь потерять случай, добиться наконец для своей коллекции желаемого экземпляра птицы, не сказал ей поэтому ни слова о своем проекте охоте с ними на другой день. Они встретились, и он вернулся в тот же вечер с парой желтых ласточек. Увлекаемый своей страстью к птицам и возбужденной охотой, бедный мальчик забыл в тот день всякое чувство отвращения, даже не заметил, как часто его руки приходили в соприкосновение с руками Курумбов, которые его невольно несколько раз трогали. Под предлогом похвалы его клетчатому яркому свету пижаму они проводили несколько раз по его спине. Бедный мальчик, он был еще ребенок. Имев до того весьма мало отношений с туземцами, которые его приучали презирать с малых лет как идола поклонников и негров, он, вероятно, и не слыхивал, до какой степени боятся карликов те, чья кровь текла на 50% и в их жилах. И здесь следует рассказать, как Курумбу ловят птиц. Для поверхностного наблюдателя эта операция весьма простая и незамысловата. Для внимательного она представляет любопытное явление. Карлик берет небольшую жердочку и, повертев ее в руках, словно полируя ее, он ее прикрепляет фута на два от земли на первом попавшем кусте. Затем он ложится в нескольких шагах оттуда на землю спиной кверху и, устремив глаза на заранее выбранную им птицу, если она только скачет там, где он ее может видеть. Курумб терпеливо ждет. Вот что рассказывает Бетлор, бывший не раз осевицем такой охоты. В это время глаза Курумбы принимают странные выражения. Я замечал такое же только во взгляде змеи, когда она, поджидая добычу, устремляет ее на жертву, очаровывая ее, а та же в глазах черных жаб Майсура. Неподвижный стеклянный взгляд этот сияет словно внутренним холодным светом, притягивает к себе и вместе отталкивает. За несколько рупий один Курумб согласился дозволить мне присутствовать при его ловле. Птица порхает и чирикает, беззаботная, веселая и деятельная. А вдруг она останавливается и точно прислушивается. Склонив головку на бок, она остается несколько секунд неподвижную. Потом, встрепенувшись, видимо, силится улететь. Она иногда и улетает, но весьма редко. Обыкновенно ее словно что-то притягивает в очарованный круг, и она начинает бочком приближаться к жордочке. Ее перышки взъерошены, она тихо и жалобно пищит, а все же подвигается маленькими нервными скачками. Наконец, она возле очарованной жерди. Одним скачком она перепрыгивает на нее, и судьба ее свершилась. Она уже не может сдвинуться с жерди, и сидит на ней точно приклеенная. Курум бросается на бедное очарованное создание с быстротой, какой позавидовала бы любая змея. Дайте ему только несколько медных грошей вдобавок условленной платы, и он пожрет птицу живую на месте с когтями и перьями. Пояснение. Бетлор — известный охотник в Мадрасе, родом канадец. Вместе с Дэвидсоном они путешествовали несколько лет по поручению орнитологического общества. Таким образом, двое Курумбов поймали пару желтых ласточек для маленького Сампсона. Но они поймали вместе с этим и самого мальчика. Один из Курумбов очаровал его, как очаровал птиц. Он завладел его волей, стал управлять помышлениями, и сделал из него положительно бессознательную вещь, которую и орудовал по воле. С того дня с мальчиком произошла видимая перемена. Он сделался скучен, вял, перестал играть и бегать. Здоровье его не изменилось, и аппетит оставался здоровым. Но он как будто постарел на несколько лет. И домашние часто замечали, что он ходит точно во сне. Скоро в доме стали пропадать серебряные вещи, ложки, сахарницы, даже серебряное распятие. А затем и золотые вещи госпожи Симпсон. Между домашними поднялась тревога. Не взирая на все предосторожности и старания поймать вора, вещи пропадали одна за другой из скрепка запертого шкафа, ключ от которого никогда не покидал старухи. Полиция, к которой обратились, оказалась бессильной напасть на следы вора. Подозрение падало на всех, и не могло остановиться ни на ком. Прислуга в доме была старая, и госпожа Симпсон ручалась за нее, как за самое себя. Однажды вечером, получив из мадраса пакет, в котором было тяжелое золотое кольцо, старуха, спрятав его в железный шкаф и положив ключ от нее под подушку, решилась не спать всю ночь. Мальчик спал в чуланчике возле ее спальни. Часа в два по полуночи дверь из чулана отворилась, и при свете ночника она увидала входившего племянника. Она чуть было не спросила громко, что ему нужно, но разом спохватилась, и страшным замиранием сердце притаило дыхание. Он действовал точно во сне. Глаза его были широко раскрыты, а лицо имело, как она рассказывала на суде, выражание суровое, почти зверское. Он прямо подошел к ее кровати, тихо вынул ключ из-под подушки, так тихо и ловко, что она скорее видела, нежели почувствовала его руку под собою. Затем он отпер шкаф, пошарил в нем, запер, снова возвратил ключ под подушку и ушел в чулан. Таково было присутствие духа у госпожи Симпсон, что она осталась неподвижной после этого несколько времени. Ее любимый племянник, ребенок, вор. Но куда же он девает украденные вещи? Она решилась ждать до конца и узнать тайну во всей ее полноте. Тихо и быстро одевшись, она заглянула в чулан. Племянника там не было, но дверь во двор была отворена. Последовав за ним по горящим следам, она тоже вышла и увидела его мелькающую тень у птичника. Ночь была лунная, светлая. Она ясно заметила, что нагнувшись у окна, он что-то зарывает в землю. Тогда она решилась ждать до утра. Мальчик-лунатик, подумала она, вероятно, и все остальные вещи там найдутся. Будете вы и пугать теперь напрасно. Она вернулась к себе, но не прежде чем убедилась, что ребенок тоже вернулся в свой чулан. Проходя мимо его комнатки, она убедилась, что он спит крепко, хотя его глаза были так же широко открыты, как и тогда, когда он подошел к ее постели за ключом. Это ее изумило и страшно испугало. Она долго стояла над ним, но решение ее ждать до утра не покинуло ее. На другое утро, призвав сыновей, она рассказала им подробную ночную сцену. Они отправились с ней к замеченному ей месту птичника и скоро нашли свеже заразрытое место. Но там ничего не оказалось. Очевидно, у мальчика были сообщники. Как только он вернулся из школы, умная старуха, поняв ей, что, расспрашивая его, она, вероятно, ничего не узнает и только затруднит еще более раскрытие темного дела, приняла его по обыкновению, накормила завтраком и только зорко наблюдала за ним. Вставая по окончании завтрака, чтобы умыть руки, она сняла с себя кольцо и нарочно оставила его на столе. При виде золотой вещицы глаза мальчика загорелись. И полуотвернувшись, госпожа Самсон ясно видела, как он быстро припроводил кольцо в карман. Затем он встал и равнодушно вышел из дому. Но тут она его остановила. «Где мое кольцо, Том?» – спросила она. «А зачем ты взял его?» «Какое кольцо?» – равнодушно ответил мальчик. «Я не видал вашего кольца». «Но оно у тебя в кармане, маленький негодяй!» – закричала она, дав ему полновесную посчетину. И, бросив на спокойно стоявшего мальчика, она вынула кольцо из его кармана и показала ему. Мальчик не сопротивлялся. «Какое же это кольцо?» – сердито спросил он ее. «Это горсочка золотого зерна. Я взял его для своих птиц. За что вы бьете меня? А все серебряные золотые вещи, которые ты украл у меня за эти два месяца, тоже только зерна, по-твоему, негодные лгун и воришка. Куда ты их девал? «Говорите сейчас, или я пошлю за полицией!» – кричала старуха в ярости. «Никаких вещей я у вас не крал. Я никогда ничего не брал без позволения, кроме как немного зерна и хлеба для птиц. Где ты воровал зерно?» «У вас, в шкафу. Но ведь вы сами позволили мне брать его. Такого золотого зерна нет на базаре, иначе я и этого бы у вас не просил». Мистерс Симпсон поняла, что она находится лицом к лицу с какой-то непонятной ей загадкой, со страшной тайной, разъяснить которую она не может, но что мальчик, припадок, то с ним безумие или хронического сомнамбулизма, говорит лишь правду или то, чему он сам вполне верит. Она догадалась, что сделала промах. Тайна далеко не разъяснилась. У мальчика должны быть сообщники, и она их откроет. Она притворилась, будто ошиблась и сознает свою ошибку. Сердце ее обливалось кровью, но она довела свой опыт до конца. «Скажи мне, Том, — начала она уже ласково, — ты не помнишь, когда я дала тебе позволение брать для твоих птиц золотое зерно в железного шкафа? — В тот день, когда я добыл своих желтых пташек, — объяснил сурово мальчик, — за что же вы побили меня? Вы сами сказали мне, бери ключ у меня под подушкой, когда тебе нужно, бери золотое зерно, оно здоровее для твоих птиц серебряного. — Ну, я и брал. Да его уж и мало осталось там, — добавил он с сожалением. А без него мои птички все умрут. — Кто это тебе сказал? — Он, тот, кто поймал для меня пташек и помогает мне кормить их. — Кто же этот он? — Не знаю, — с усилием отвечал ребенок, потирая себе лоб. — Не знаю. — Он, вы же его много раз видали. Он был здесь и три дня тому назад во время обеда, когда я взял на тарелке дяди серебряное зерно, которое он положил на нее для меня. Он сказал, бери. Дядя кивнул мне головой, и я взял. Миссис Симпсон вспомнила, что в тот день, то есть за три дня до того таинственно пропали со стола десять серебряных рупий, которые ее сын только что вынул, чтобы заплатить в счет. То была самая таинственная, необъяснимая из всех слухившихся пропаж. — Кому же ты отдал зерно? Ведь вечером не кормят птиц. — Я его отдал ему за дверью. Он вышел до окончания обеда. Да ведь тот день мы обедали днем, а не вечером. — Как днем? Восемь часов вечера? Разве день? — Не знаю. Но то было днем. Ночи совсем не было. Да ее и давно уже нет. — Господи! — заплакала старуха, всплеснув руками в ужасе. — Ребенок сошел с ума. Он совсем обезумел. Но вдруг ее озарила мысль. — Ну так возьми это золотое зерно, — сказала она, подавая ему свою брошку. — Возьми и покорми птиц, а я посмотрю. Мальчик схватил брошку и радостно побежал в птичник. Там, по рассказу его тетки, произошла сцена, которая убедила ее окончательно в расстройстве умственных способностей ее маленького племянника. Он бегал вокруг клеток и сыпал воображаемое зерно. Многие из клеток были пустые. Вероятно, птицы часто кормились таким образом. Но мальчик, очевидно, не замечал отсутствия птиц. Он тер брошку между пальцами, как бы сцепая с нее зерно. Говорил с несуществующими птицами, свистал им и радовался. — Теперь, тетя, Анту, я отнесу остальное на сохранение ему. Он прежде велел взрывать остатки вот тут, под окном, но сегодня утром приказал приносить ему туда. — Да.